Привет, дамы и господа, мы на стриме, сегодня мы снимем видео альтернативное прохождение 10-го драка и начальный фарм без крафта Сигмаруса. Вы уже видели видео предыдущее, где я предлагал фарм 2-3 звезды монстрами фармить 10-го дракона абсолютным бюджетом. В данный момент будет нифига не бюджетная пачка, но это будет касаться тех людей, которым, к примеру, впадло делать Сигмаруса, либо они его не делали по причине того, что увидели этот, к примеру, гайд. И Сигмаруса вы не делаете по причине того, что у вас есть эта шакрамка и эта бумерангша. Вам нужен вердыхайль, вы его крафтите, статы для вердыхайля, которые нужны для начального фарма 10-го драка. Они не меняются, это 12000 хп на 200 брони. Классический стандарт, это идеально под фарм 10-го драка, одетый на вердыхайле, допустим, свифт, солянка какая-то, неважно. Статы у него должны быть именно такими, приблизительно, хотя бы. Сотня скорости на 100 шанса крита, остальные статы персонажа не интересуют, которые я не называю. Потом вы его захотите переодеть в Виолент, когда вы нафармите хороших рун на этом же 10-м драконе. Ведь вы захотите чаще ходить через ваше ведро и, соответственно, больше заливать Атагбара. Особенно для башни это будет полезно, ведь вы его туда захотите где-то там поставить на каких-то этажах, даже против босса. Он еще и хорошо зайдет вам в лабиринт и может еще зайти даже в залы героев. Следующий персонаж, сначала о нем не будем говорить, это Белладеон. Белладеона здесь вам никто не заменит, вы ставите его, собираете ему 15 тысяч хп на 250-300 брони. Этого зачастую хватает. Если в Виоленте, то под 60-70 скорости хотя бы. Если у вас еще в свифте, либо какой-то там солянке, то хотя бы 100 скорости, хотя бы. И 55-60 точности. Это идеальные показатели для Белладеона, по крайней мере, поначалу. Потом вы, конечно, можете сделать и больше, никто вам не запрещает больше скорости, чаще ходит, больше хп. Минимально там может зафейлить с маленьким шансом, там крайне редко будет фейлить. Ну, короче, вы поняли. Минимальные стандартные статы, вы понимаете, какие нужны Белки. А здесь уже переходим к варианту тому, который у вас может быть. Перейдем сначала к шакрамкам, а потом поговорим о вашем бустере, который будет вам либо добавлять урон, либо давать баф на атаку, как, к примеру, Меган. Сначала поговорим о шакрамках. Шакрамка огня. С какими статами должна быть? Руны, какие на ней могут быть? Вот такие вот руны вы можете одеть на нее. Какие статы ей нужны будут? Ей нужны будут статы около 7000 хп, хотя бы на 200-250 брони. Это легко собрать, особенно если вы поставили в 6 слот ему и ей, точнее, хп, а атаку собрали максимально допами. Но если вы поставите в 6 слот хп, у вас точно минимум 1008, даже 10 будет наверняка хп. Вы собираете около 60-70 скорости хотя бы, это не виолент, поэтому это очень легко будет собрать. Даже под 80-90 можете собрать налегке. 85-100 шанс крита на 150 крит рона и выше. И под 40-50 точности зачастую будет вам хватать как раскол закидывать, так еще и сливать атак бар. Так как с третьего скилла она сливает атак бар, так еще и закидывает раскол. Бьет 2 раза, что с первого скилла, что со второго скилла, следовательно, будет чаще закидывать вам раскол. Даже если с первой атаки, к примеру, зафейлила, вторая атака, которая идет тут же, может закинуть вам раскол, так еще и слить атак бар. Но я думаю, здесь все понятно. Итак, по шайбе ясно. Теперь по Сабрине. Точно такие же статы, ничего не отличается. Единственное, точность вы не собираете. И по скорости Сабрина у вас должна ходить после вашей шайбы. Обязательно. Потому что шайба закидывает раскол либо на одну цель, либо массово со второго скилла. А Сабрина уже туда либо с первого, либо со второго скилла. Либо ваншотит на ту цель, либо там оставит ей очень мало хп. В общем, со второго скилла зачастую будете ваншотать. По статам все то же самое. Почему такие минимальные статы, там 6-7 тысяч хп? Потому что у Сабрины есть пассивка, которая сэйвит как ее, так и, соответственно, шайбу. Но ей проще, так как она водяной персонаж. А это огненный персонаж. Поэтому этой вы соберете хотя бы на косаре хп больше. Ведь по этой будут глансить, а по этой глансы явно никак не будут. Тут ясно. И теперь пятый персонаж, который у вас может быть. Соответственно, самый бюджетный вариант сюда. Это поставить либо Веромоса, либо Меган. С Веромоса будет Саевовий. Но будет дольше. И вы тоже можете фейлиться. Потому что вам может не хватить тупо дамаги. Или там где-то бафа на защиту. Но Веромос снимает с вас всякие там вот эти вот дебафы, всякие там доты и прочее. Ну и сам при этом может накидать доты. Но долго они висеть не будут. Так как, скорее всего, на боссе будет уже иммунка через несколько ходов накинута от правой башни. Соответственно, вам это нужно будет снимать белкой. И поэтому больше рекомендую сюда ставить Меган. Если у вас нет Меган, вы можете поставить сюда быструю бастет. На крайний случай. Но тогда у вас будет только один персонаж, который снимает баф. А это белка. Еще есть вариант. Это поставить вместо Меган, вместо Веромоса, варвара воды сразу же. Даже если он у вас не проточен по скиллам. Варвару воды нужны статы. Такие же, как и шакрамки огня. Ничего здесь не отличается. Плюс, ничем не отличается. Плюс он подхиливается с третьего скилла. Метку закидывает доты. В общем, очень хороший персонаж. Ворует иммунитет. Еще и закидывает его на себя. Так еще и сливает Атакбар. И его себе поглощает. Слизывает. В общем, ворует тоже. И он сюда тоже может зайти. Но самым все-таки, как ни крути, лучшим вариантом будет вот. Вот такой вот показатель пачки. Это лучший вариант. Когда у вас все мобы раскачаны. Имеет хорошие статы. Все переведенные. Все эвейкнутые. Вот такой пачкой можно будет фармить. Следовательно, вы заменяете себе сразу и Веромоса. На 10 драке имеется ввиду. И Сигмаруса. И в такой ситуации вам Сигму можно не делать вообще. Особенно, если вы уже Спектру думаете переводить на 6 звезд для Хардбашни. Или у вас есть, к примеру, такой персонаж, как Лакарес. Это сестра водяной вот этой вот подруги, только ветреная. Кто сегодня видел стрим, тот понимает, что она творит. А творит она чудеса. Я взял с ней топ-1 Хардбашни. Следовательно, урон она вносит просто не эпический. Я ее несколько раз выкидывал на боссов. И она урон действительно вносит достойный. Лучше, чем Спектра по всем параметрам. Потому что и замедло, и за станет может, и Сайлен скинуть на босса. И урона она больше вносит с третьего скилла, чем Спектра. Приблизительно в полтора раза урона больше вносит. Но она вносит почти 60 тысяч дамаги. А Спектра вносит моя же где-то 40-45. Вот поэтому почти в полтора раза больше она вносит дамаги. Ну и сливает Атакбар тоже чаще и лучше. Ну как я замечаю по сравнению с Спектрой. Она бьет три раза и может три раза той цели слить Атакбар, которую вы выделили. Так еще и массово может кому-то слить, еще и может застанить. Поэтому ее тоже рекомендую. В общем-то, вот такой пачкой можно будет фармить десятого дракона. Здесь мы выставлять на бой не будем, потому что она зафейлится. Ведь вы видите, какие левела в этой пачке, и наверняка здания плохие. Теперь пройдемся по зданиям, что нужно для того, чтобы с минимальным шансом фейлить на десятом драке. Вам нужны будут здания. Основные это здания защиты хотя бы четвертого-пятого уровня. И не забывайте, что у вас здесь пишется второй уровень, но на самом деле это первый уровень. Не знаю, когда кунт у вас это пофиксят. Просто не забывайте, вот то, что выделено у вас вот таким вот цветом, значит это ваш текущий уровень. Видите, первый уровень-второй. А здесь уже пишется якобы второй. Да, в общем, вам здесь нужно процентов там 8-10 защиты. Достаточно будет. Вам нужно будет вот здесь то же самое. 8-10 хп, 8-10 силы атаки общей. И тотем хотя бы уровня пятого, можно даже шестого, точно не помешает. Ну и здание на крит урон уровня третьего-четвертого уж точно не помешает. Это тоже процентов 10 для дамаги. Это увеличит вам урон, следовательно, вы будете больше вносить урона. И едем дальше. У вас будет огненная шакрамка и водяная бумеранша. Поэтому эти здания третьего-четвертого уровня тоже явно не помешают. Но только ветреное здание вам для десятого драка явно не нужно будет. Свет и тьму качать вообще не рекомендую. Потому что свет и тьму у вас поначалу два бомжа. Это белка да вермут зачастую. Поэтому эти здания качаются в последнюю очередь. И вообще можно их игнорировать. Вот следовательно, такой пачкой вы сможете построить пак на десятого драка. И фармить его, наверное, очень долго. Теперь сразу, я думаю, эта информация будет актуальна, о эволюции этой пачки. Как ее еще типа пробустить. В дальнейшем вам наверняка выпадет пират водяной. И вместо кого вы поставите, я думаю, вы понимаете, что выбираете Меган и поставите туда пирата. Как только вы ему зафулите все скиллы, он идеально зайдет вместо Меган. С такими же статами, как Меган. На Меган нужно, я по-моему ей не говорил, 10, покажем на ней, 10 тысяч хп на 200 брони, сотня скорости на 55-60 точности. То же самое пирату делаете, но для пвп сделайте побольше точности, естественно. Так как Меган дебафы не особо нужны пвп, а от пирата, естественно, нужен раскол. Поэтому вы ему сделаете больше точности, чем Меган. Ну естественно, там в идеале 85-100 точности делают в основном пиратам. И потом вы захотите тоже переодеть еще и в Виолент. И он вам пробустит эту пачку, наверное, в раза два. По времени, тут уже зависит все от ваших зданий, в среднее время прохождения этой пачки будет где-то 2-3 минуты. Вместе с пиратом 1,5-2. И если вы сюда еще и в будущем, да, так как вы поставили пирата, вот он вас заменил Меган. Вы захотите убрать хил, ведь это шакрамки, они сливают там Атакбар, расколы кидают, вместе ходят, большой урон, бла-бла. Вы убираете отсюда пирата и добавляете... Ой, пирата, извиняюсь. Вы убираете отсюда вашего Беллодеона и добавляете сюда либо Варвара Водяного, что увеличит вам урон и даст вам возможность сейва, потому что он тоже будет воровать Атакбар. И воровать иммунитет, напоминаю, потому что у вас уже получается, ну да, ведро не снимет иммунку, шакрамки точно не снимут иммунку. И вам... Ну у вас будут такие моменты, где шакрамка может не закинуть раскол. Это будет редко, я согласен. Где-то пират может не закинуть раскол, но это будет часто. Да, вот насчет пирата тут я вам даю гарантию, шакрамки они реже фейлят. И вам нужен будет какой-то сейв. А вот, соответственно, Варвар, он сможет своровать иммунитет и, соответственно, кинуть его, во-первых, на себя. Ну это меньше по нему дамаги будет, потому что дот на нем висеть наверняка не будет, либо не накинут еще новый дот. И, соответственно, закинет еще и доты с первого скилла, он накидывает два дота по одному ходу. Лучше бы он на самом деле кидал один ход на два дота, это очень важно в пвп против Теомарса. Но сделать, видимо, решили так. Да, но на драконе это, в принципе, даже еще и лучше, так как быстрее больше получит дамаги, дамаги сразу минус 10%. Еще и закинет метку на два хода и пополнит себе Атагбар. Идеальная комбинация на Варваре, это когда он юзает третий скилл, пополняет себе 100% Атагбара, юзает второй скилл, так как у него третий скилл получает плюс 30 скорости за счет того, что он ушел в откат, Варвар ускоряется. Он юзает второй скилл, неважно закинули вы метку или нет, вы пополняете себе 50% Атагбара, даже если вы били в иммунитет. И он еще себе половину пополнил. Тут же он дает первый скилл, особенно если вы его оденете в Виолент, и после этого прокает Виолент, и вы опять даете третий скилл, второй, первый, третий, второй, первый. И вот такая постоянная комбинация. Но это при фулл проточке скиллов, конечно же. Так у него будет откат 4 хода и 3 хода на втором скилле. Но это не сильно вам помешает проходить 10 драка быстро, с минимальным шансом фейла. Поэтому советую Варвара, кто еще может пробустить и улучшить вам время. Это Шакрамка Водяная, либо еще одна Сабрина. Вот, просто еще одну Сабрину можно поставить, как ни крути, выбирать между Талией либо Сабриной. Ну блин, то что у вас упало, то и юзайте. Как бы разница не особо большая, она даже минимальная, мне кажется, будет. Поэтому можете поставить либо Талию, либо Сабрину, повторюсь. Одеть ее в такие же статы, как и первый. И у вас тоже пачка будет вполне неплохо фармить. Но пачка будет не такая сайвовая. Особенно если они у вас не будут в Виоленте уже на то время. И у вас будут плохие здания. Ну и мало скорости. Так как скоростью всем могам здесь нужно минимум под 60. Желательно и больше. И тогда у вас будет минимальный шанс фейла. Ну и пират ходит первый. Вторым может ходить либо Огненная Шакрамка, либо Вердыхайль. Тут уже смотрите там по скоростям, как у вас получается. В идеале ходит пират. После этого Огненная Шакрамка. Потом ходят все вот эти сестры. Или кто у вас там будет. Ну и в конце походит ваш Вердыхайль. Но это всем нужно скоростей под 70 собрать и выше. Чтобы Вердыхайлю собрать буквально там чуть-чуть меньше скорости. И он походил последним. Либо чтобы он походил второй сразу после пирата. И разогнал вот этих вот медленных Шакрамок. Как вариант. Тоже есть такие пати, которые собираются вот по такому принципу, что Федро их разогнал. Он ускоряет еще и себя, потому что он быстрый. И он успеет еще раз походить и еще раз разогнать. И все ваши Шакрамки и Бумеранши походят на каждой волне минимум два раза. Но здесь уже нужно учитывать, конечно же, тотем. Какая у вас лидерка. Потому что может быть и Сусана. Она дает на 2% больше. Хоть мелочь, но приятно. И в будущем, да, вы уберете и поставите уже сюда Сусану. Но это уже пачки такие, меньше минуты. Пишите в комментарии, чем фармите вы. Если у вас подобная пачка, напишите время, которое вы фармите. Можете расписать руны. Как часто вы фейлите? По какой причине вы фейлите? И да, насчет причины фейла. Если у вас фейлится часто какой-то один персонаж, вот его и попытайтесь улучшить. Не улучшайте всю пачку там. Бегом надо всю пачку улучшить, потому что кто-то один дохнет. Нет, зачастую это проблема утопающего. Кто дохнет. И уверяю вас, чаще всего у вас будет дохнуть либо ведро, если вы ему неправильные статы сделали, либо ваша шайба. А вот если дохнет шайба, начинаются проблемы. Особенно если у вас кроме нее никто не кидает раскол. Даже белка, ну может завязать второй скилл, там пытаться снять иммунитет, подхилить в этот момент, вместо того, чтобы дать нужный раскол. И вы быстрее убили. Ну короче, начинается геморрой. Поэтому ей нужно побольше статов собрать. Ведь она огненный персонаж. База у нее не самая большая, ведь она ддшный персонаж. Плюс контроль. И дракон будет ее шлепать достаточно больно. Спасибо огромнейшей Био за то, что дал свой аккаунт. И я на его аккаунте продемонстрировал пачку. Так как у меня... Я мог и на своем аккаунте, конечно, показать. Но у него это как-то более наглядно. И он будет знать у себя на аккаунте, какие статы ему нужны будут. Спасибо Био за аккаунт. Спасибо тем, кто смотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если кому что нужно, обращайтесь ко мне вконтакте. Ссылка есть в описании. Вот так выглядит мой ВК. Добавляю в друзья всех. Не стесняйтесь. Добавляю всех. Нужна консультация. Чистка рун. Обращайтесь, не стесняйтесь. Жду всех на стриме. Здесь мы делаем розыгрыши. Разыграем игры в стиме. Разыграем паки. Консультации. Там чистки рун. Переодевание. И прочее. Все можно заказать. Все можно получить. Плюс мы разыграем доступ к альбому. Всем побольше хороших рун. С 10 драка. Да, если они там падают. И побед на КВ. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok